Так, всех приветствую. Значит, смотрите, вчера выложила видео с Николаем, сыном Леонардо, где мы на лавочке обсуждаем защиту имущества через введение кооператив. И такого огромного количества негативных комментариев, которые начали писать люди, ну, что я и предполагала по этой теме, что вот, Аля, наконец, прокололась, мы так и знали, что ты нас сейчас будешь куда-то заманивать в кооперативы, лохотрон, МММ, без лохая жизнь, плохая и так далее. Значит, вот смотрите, чтобы расставить все точки над И, что я сейчас делаю? Во-первых, я сейчас еще раз объясню, да, потому что когда я говорила с Николаем, чтобы не перешибать собеседника, это сделать достаточно сложно. Значит, повторю для тех, кто в танке. Вы заходите на мой канал, да, не мой как собственника, а на мой как пользователя, где я выставляю свои видео про свою жизнь. То есть на этом канале вы можете видеть, как я там развлекаюсь, на лодке езжу, как я пирожки жарю, как я тортики делаю. Это мой канал, на котором я освещаю свою жизнь и на котором я освещаю те или иные юридически значимые действия. Время от времени мне пишут, а вернее постоянно люди задают вопросы. Как сделать то, как сделать это, как выйти из рабства, как оживиться, как вывести имущество. И вот как только я написала вам один из вариантов, да, какой я сделал. То есть я сейчас, я всегда говорю, я экспериментирую, я игрок, я играю. Я приехала в Питер, я до этого общалась дистанционно с Николаем. По разным моментам, косвенным и прямым, значит, я решила вступить в его кооператив. Дело в том, что мы примерно полгода назад хотели открыть свой кооператив. Написали устав, протокол учредительного собрания, собрали пять паспортов, уже пошли в налоговую. А потом мы передумали. Передумали потому что, а потому что мне это легче. Понимаете, мне легче, когда уже кооператив кем-то создан, когда я могу не париться, не заниматься вот этой бухгалтерской отчетностью. То есть за меня это, по сути, делает Николай. И что мне понравилось, в чем отличие? Вот мне начали писать про какой-то best way, про кооператив с недвижимостью. Что пайщики платят налоги, Николай смог свои дела обтяпать таким образом, что их кооператив по каким-то причинам налоги не платит. Понимаете, по крайней мере, меня как пайщика это заботить не будет. Это его проблемы. То есть если мы знаем, что налоговая, да, я про это выставлял видео, он выставлял видео, что федеральная налоговая система организована 46-й налоговой города Москвы. То есть булочная учредила завод булочный, понимаете? Мелкое подразделение учредило крупное центральное предприятие, уже это бред. То есть он с ними на акцепт на афертных отношениях, не акцептует их вот эти налоговые аферты. Он с ними разрулился. Зачем мне заниматься и этим же? А те, кто пишет идиотские комментарии, я не побоюсь этого слова, те, видимо, не изучили закона потреб кооперации, раз они пишут такие идиотские комментарии. А вы должны знать, еще раз проговорю для тех, кто в танке, что вы вводите имущество кооператив как пай. Это не значит, что кооператив может продать ваше имущество, передать кому-то, подарить. И если кооператив вдруг ликвидируется, или если он расформируется, или если его там закроют, или если все пайщики в целом умрут, понимаете, вывести, как и ввести, может только пайщик. То есть имущество, оно как бы там находится просто на хранении. Точно так же, как вводите вы как бы в Росреестр, и вы имущество ставите на учет в Росреестр, точно так же вы ставите на учет в кооператив. Но пайщик, он вносит свой пай, и никуда этот пай не денется. Я тоже не пальцем деланная, понимаете? Я не дура, и если я это делаю, значит я долгими днями и ночами сидела и пахтала, изучала эту тему. И для тех, кто в танке или за пределами танки, у меня нету никакого намерения вас куда-то затащить. То есть я для себя лично приняла решение войти в этот кооператив. Расширяем возможности. Второй вариант, которым вы можете воспользоваться, свой кооператив создать. То есть вам нужно 5 паспортов, 5 физлиц, написать протокол учредительного собрания, заплатить пошлину, пойти в налоговые, взять эти бумажки, да, и подать, и открыть свой кооператив. То есть не надо вступать в кооператив к Николаю, вас никто к этому не призывает. Вы можете организовать свой кооператив. Третий вариант, вы не вступаете ни к Николаю, ни свой не создаете, а сидите на жопе ровно и пишите идиотские комментарии под моим видео. Понимаете? И вы бегаете от приставов, вы бегаете по судам, вы платите налоги, вы платите ЖКХ или не платите налоги, не платите ЖКХ. Понимаете? Но вы как были, так и продолжаете вести свою вот эту вот жизнь. Я же экспериментатор, я понимаю, что кооператив это такая штука хитрая, что я не рискую своим имуществом. У меня его никто не сможет отнять, понимаете? То есть я это очень глубоко полгода изучала, с утра и до вечера сидела и изучала эту тему. Поэтому переходим к комментариям, к идиотским и к не очень идиотским. Да, то есть в принципе на многие комментарии я уже ответила в этом предварительном выступлении. Значит, смотрите, вот люди пишут, налог на имущество вы заплатите как юрлицо. Я уже на это сказала. Николай не принимает оферты, его потребительский кооператив не принимает оферты. И они им налоги не платят. Как они это делают? Это их проблемы, понимаете? Я только могу порадоваться, что я лично платить не буду. Мое физлицо платить не будет. И мне не придется с налоговой из-за этого рубиться. Дальше, значит, пишут, кооперативы незаконны, собственность незаконна. В государстве Союза Советских Социалистических Республик нет собственности и так далее. Четвертый комментарий. Вот смотрите. В каком положении находится большинство из нас? Большинство из нас имеет на руках паспорт Российской Федерации. Большинство из нас приобрело недвижимость на билеты Банка России. Да? То есть не на золото поменяли. Большинство из нас по глупости поставили, заплатив пошлину 2000 рублей, недвижимость в Росреестр. И теперь кусают себя за локти и думают, а как бы вывести эту недвижимость из Росреестра. То есть мы обсуждали такой вариант, когда вы идете к нотариусу, делаете договор купли-продажи, и новый собственник не платит пошлину и не ставит на Росреестр. Но тогда старому собственнику нужно отбиваться от налоговой, которая по старым данным Росреестра присылает налоги. Потому что раз в Росреестре старый собственник числится, значит он налоги платит. Понимаете? У меня несколько объектов недвижимости. Несколько. И несколько объектов я сейчас буду так тестировать. Несколько объектов я буду так тестировать. Несколько объектов вообще по-другому буду тестировать. Понимаете? Я вам рассказываю один из вариантов. А попробую-ка я в кооператив. А посмотрю-ка, что будет. Понимаете, в чем смысл? Далее читаем. Пару лет назад попросился в команду Николая. Он написал, вам нужно подкопить денег слегка, сперва, а потом милости просим. Общество делится на слои и так далее. То есть Николай не собственник кооператива. Как образуется кооператив? Собралось от пяти и более человек, которые пользуются паспортами. Это паспорт, это физлицо. Они создали кооператив. И они решили, вот эти пятеро минимум или десять, да, кто учредитель кооператива. Какой мы будем делать вступительный взнос? Вступительный взнос единоразовый. Три с половиной тысячи. Вы меня извините, но я походила по Питеру, посидела в ваших кафе, где счет на одного человека 1600 рублей, да, покушать. То есть два счета в кафе. Это единоразовый вступительный взнос. Что у вас три с половиной тысячи нету, чтобы один раз заплатить и вступить в кооператив? Вы не забывайте. Я поездила, вот сейчас с Николаем все эти пять дней. Мы в налоговой были, в ФССП были. Постоянно человек тратит свое время. Ходит в налоговую, подает отчетности. То один пайщик зашел, то другое. Извините, я свое время личное оцениваю в две с половиной тысячи в час. Понимаете? Вот, например, узбек копает канаву, у него час времени стоит 250 рублей, а у меня стоит две с половиной тысячи. Так почему, например, председатель кооператива, который не Николай, кстати, а другой, почему он должен ходить по налогам, тратить свое время безоплатно? Почему бухгалтер, который сидит и пишет эти все бумажки для налоговую, почему она должна безоплатно это делать? Вы не забывайте, что все это, это бумажная волокита. И поэтому это одна из причин, думаю, да нафиг мне это нужно? Писать, вот эту бухгалтерию сдавать. Да не хочу я это делать. Понимаете? Пусть это делают специально, это же специально обученные, да, специально обученные люди с бухгалтерским образованием. Пусть они ходят, но им надо денежки, им же надо семью кормить, им надо квартиры снимать в аренду или еще что-то. По ресторанам вашим питерским ходить, где еще тысяча шестьсот рублей. Поэтому я считаю абсолютно нормально заплатить вступительный взнос три с половиной тысячи. Никто с этого не обеднеет. Не триста пятьдесят тысяч, а три с половиной единоразово. Далее. У них там в этом, значит, уставе решение потребительского общества ежемесячный взнос 300 рублей. Это что, какие-то суммы какие-то? То есть за год отдать те же там три шестьсот, это ежемесячный вот этот ваш вклад. Если я туда ввожу несколько объектов недвижимости, я не буду платить налоги в течение года. А за год у меня выйдет там до хрена налогов. У меня-то выйдет пятьдесят тысяч, понимаете? То есть тридцать две с половиной тысячи я экономлю. Ой, какое тридцать две? Сорок, сколько? Сорок шесть с половиной тысяч я экономлю, да? Если я ввожу в кооператив. Причем приставы не могут сделать запрет регистрационных действий. Я лучше три с половиной заплачу, что триста пятьдесят рублей ежемесячный взнос, это много? Это какая-то бешеная сумма? О каких суммах вы вообще говорите? А то, что Николай консультации проводит, если сидят люди, которые не втыкают в то, что я, например, сейчас говорю, и они хотят лично съесть, и чтобы я им разжевала. Вот, дорогие мои, мне нужно кормить детей, мне нужно бензин в машину заливать, мне нужно машину купить, поэтому мое время стоит две с половиной тысячи в час, что бы я ни делала. То есть я провожу консультации на разные темы, правоведческие консультации, по дизайну, по вегетарианству, по психотерапии. Это вот четыре мои направления, по которым я провожу консультации. Мне 42 года, я в этой сфере 20 лет. Понимаете, я изучила четыре темы, и две с половиной тысячи стоят час моего времени. Я могу с вами по парку погулять, за ручку, друг на час, посидеть в кафе, послушать, вы мне душу зальете, но две с половиной тысячи вы мне заплатите, как за свое личное время. Так вот Николай, ему тоже нужно кормить семью, тоже нужно бензин в машину заливать, так как мы не при коммунизме живем, где каждый в обществе дает по возможностям, а получает по потребностям. К каждому приходится деньги, да, вот эти билеты Банка России зарабатывать рабским трудом или своим творчеством, так как он может. Вот я таким образом обмен энергии осуществляю. Я вам лично время свое передаю, передаю вам какие-то знания практические на личных консультациях. А вы мне две с половиной тысячи. Что вас так удивляет? Из вас что, никто не учится в учреждениях образовательных за деньги? Никто детей в частные детские садики не водит? Вам продукты на улицах бесплатно раздают? Бензин нам заливают? Я вот что-то удивляюсь. Деньги, да, что безналичные, что наличные, это вариант обмена. Услуги на услугу, товары на товар. А без этого жить невозможно, мы в материальном мире живем. Поэтому то, что Николай берет какую-то сумму за консультацию, так же, как и я, да это нормально. А вы что, никогда к психологу на консультацию не ходили? К юристу никогда не ходили? Или с чего вдруг, с какого перепуга? Я это должна безоплатно делать, когда я трачу на кого-то свое личное время. И я это не только сейчас начала, чтобы вы понимали. Я 20 лет этим занимаюсь, мне 42 года. Я с 21 года пашу как лошадь, понимаете? И если 12 лет я консультации по дизайну давала, потом у меня были вегетарианские кафе, то по вегетарианской диетологии, то сейчас я на право переключилась. Даю, у меня, кстати, я заканчивала Московскую академию экономики и права, понимаете? В том числе по юриспруденции. Я тоже даю консультации. Поэтому, что вас удивляет? Далее, читаем. О, Аля, ты решила нас нахлобучить. Много всякого жулья пальчиков мы прошли. Многие из них убежали с нашими деньгами. Некоторые сели, но кого-то уже отпустили. Мы в это не верим. А им отвечают, этому комментатору. А мы верим. Не сравнивайте обман с пользой и так далее, и так далее. Еще раз повторю. Открывайте свой кооператив. Или не открывайте ничего. На этом канале я делюсь тем, что я делаю. Хотите, вступайте. Не хотите, не вступайте. Мне от вашего вступления, не вступления ни жарко, ни холодно. Почему я это делаю? Единственная цель, какую я преследую, чтобы вы понимали. Ее Николай озвучил. Как только будет открыто 50 участков, 50. Сейчас открыто меньше, чем 50. А надо 50 открыть участков. Тогда вот этот кооператив, он получит в рамках международного права статус социального кооператива. Понимаете? И тогда можно будет издавать свои законы, свои документы, свои документы, удостоверяющие личность. Вот почему я сейчас к здравомыслящим обращаюсь. Вы можете, еще раз, кто не понял, вы можете даже не вводить свое имущество в кооператив. Вообще не вводить. Как пай. Вот если я ввела, например, как в пай, вы можете не вводить. Вы просто платите 3,5 тысячи в год, единоразово. 3,5 тысячи в год вы платите по 350 рублей, да, каждый месяц. И в той недвижимости, где вы, например, живете, по адресу, вы просто открываете участок. Просто. То есть в этом случае вы вообще ничем не рискуете. И как только наберется 50 участков, это будет социальный значимый проект. Понимаете? Я в этом заинтересована. Я заинтересована в изготовлении авторских документов, альтернативных документов. То есть вот как наберется 50 участков, то это начнет действовать. Я конкретно буду сама в этом принимать участие. Не хотите, не надо. То есть открыть участок вообще не нужно. Никакое имущество туда заводить. Я заинтересована в том, чтобы я открыла участок. Мне сейчас дали свою печать от участка, документ, выписка из налоговой, что участок открыт. Я приеду в Рязань и пойду бомбить банки. Пойду открывать свой счет в банке. А счета на физлиц я закрою. Понимаете? И буду взаимодействовать со всеми через свой счет в банке. Вот для чего я это делаю. Но счет не на физлицо, а те, Валя Алиевна, а на участок. Понимаете? Вот и вся выгода различная, которая была озвучена. Далее. Вот. Оказалось, что арестовали счета кооперативы Bestway. Они полностью законно работали. Правоохранители решили охранять деньги людей. Ничего не знаю про Bestway. Ничего. Кто такие? Я только знаю, что они там с какой-то недвижимостью. Напишите. Давайте рассмотрим. Давайте рассмотрим, что это за Bestway. Еще раз говорю. Я лично, я лично на своем канале пишу свои видео. Я вам рассылку спам не делаю. Я вам не звоню. Я вам в личку не пишу. Понимаете, как это делают рекламщики? Я у себя на канале. Я вам просто все рассказываю. Дальше. Все прекрасно, все замечательно. Но не ясен один очень важный пункт, который вы даже не обсуждали. Кто может вносить изменения в устав и другие документы? И что будет, если внесенные изменения лишат вас вашей собственности и других привилегий? Человек пишет. Значит, вот смотрите. Еще раз. Так как существует федеральный закон о потребкооперации, то если организуется вот этот кооператив в рамках юрисдикции Российской Федерации, то устав не может противоречить федеральному закону, под который устав ложится. Вот, например, община, которая у нас создана, она не ложится под федеральный закон Российской Федерации. Потому что нету даже федерального закона об общинах. Самый близкий закон, который регламентирует, об общественных объединениях. Понимаете? Община – это некое общественное объединение. Но там есть такой пункт, что Российская Федерация не диктует, я сейчас дословно не помню, то есть не диктует, не указывает общественным объединениям. Они существуют самостоятельно, суверенно. А, там написано, что органы власти Российской Федерации не вмешиваются в дела общественных объединений. Так же, как общественные объединения не вмешиваются в дела Российской Федерации. Так вот, что касается кооператива, устав, он четко, четко регламентируется федеральным законом. Если в федеральном законе сказано, что пайщики вносят свое имущество в кооператив, и только пайщики его оттуда выводят, нельзя написать устав, что пайщики внесли, все забудьте. Нет. Следующий вопрос, который задали. Что будет, если пайщик умрет? То недвижимость останется в кооперативе? Нет, не останется. В соответствии с суставом, в соответствии с федеральным законом. Это недвижимость или движимость. Она переходит к наследникам. То есть умирает пайщик, у него есть наследники. Наследники знают, что имущество заведено в кооператив. Они, соответственно, приходят и говорят, пишут, вот, свидетельство о смерти, нам нужно вывести пай из кооператива. Все. Это на основе федерального закона. Этот пай выводится. Эти наследники этот пай забирают. Точно так же вступает нотариальное вот это вот дело. Наследное. Короче, наследное дело открывается. Все то же самое. Только пай выводит уже наследники, а не сам пайщик, который умер. Понимаете? Вот. Ну, пишут, что Министерство юстиции не является федеральным органом и так далее. Да, 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 да. Билеты Банка России – это не деньги. Значит, Конституция – это проект Конституции. Федеральный закон ни один не подписан. Росреестр ликвидирован. И так знаю. Все Филькина грамота. Все писано. Все писано. Забыла тоже эту пословицу. Так, дальше. Дальше читаем. Если пришел штраф от ГИБДД по фотофиксации, а затем исполнительное приставо, кто будет платить – кооператив или пайщик? И нужно ли вообще что-то платить, если по штрафу даже не было суда? Вот смотрите. Я сейчас следующим днем выставлю видео, где я лично присутствовала в МРЭО ГИБДД и видела, как мужчина Сергей, вы это увидите на следующем видео, получал допуск дорогам общего пользования в ГИБДД, Петербургской, ну, какого-то там района вашего в Петербурге. И ему выдали свидетельство, вот это розовенькое СТС, где конкретно написано – собственник, кооператив, вот этот «Расширяем возможности», международный кооператив, штрафы приходят на собственника, а собственник – кооператив, владелец – тот, кто завел. Не забываем про то, что завели пай и вывели, когда захотели, когда захотели продать, или когда кооператив ликвидировался, то есть числится, то есть один закон накладывается на другой. Вначале мы не забываем, что только пайщик вносит и выносит свое имущество, а дальше уже включается закон о вот этих вот розовеньких СТС, где указан собственник кооператив. Штрафы приходят на кооператив, а кооператив почему штрафы не платит? А потому что он не ведет коммерческую деятельность, понимаете? Штрафы юридическое лицо может платить в данном случае, только если ведет коммерческую деятельность. То есть тут уже Николай разруливает таким образом, что он не акцептует эти оферты. Он там с ними переписывается, он там с ними рубится, это его дело. Я, например, не собираюсь свой автомобиль вводить в кооператив. У меня на это свой подход, и вы его знаете. Я езжу на общедных номерах, у персоны нет регистрации по месту жительства, и вводить в кооператив я не буду и не хочу. То есть я разделяю, что-то я хочу, и считаю приемлемым для себя, что-то не хочу. Но вот этот мужчина Сергей, который вы увидите на ролике, он вел, это его право. И плюс какой? Приставы не могут сделать запрет регистрационных действий на этот автомобиль. Именно по этой цели, может быть, для этой цели, он его и ввел, понимаете, в кооператив, чтобы автомобиль был под защитой. Далее. То есть штрафы выплачивает кооператив. Должен выплачивать. А выплачивает он или нет, вас это уже не касается. Я сейчас говорю только про кооператив Николая. Если вы вдруг пятеро откроете свой кооператив, это вы уже сами будете разруливать. Поэтому я и не стала открывать свой кооператив. Потому что мне легче войти к Николаю, который там ходит и с ними рубится на видео. Дальше. Я слышала, что можно открыть кооператив с одним собой и зарегистрировать его в налоговой с перечню того, что есть в квартире. Спрашивает человек. Отвечаю еще раз. Кооператив могут открыть только пять физлиц, которые будут являться учредителями. То есть один не может открыть. И люди пишут, опять вы всех в Эрефию тянете. Уже все в Эрефии. Паспорт Эрефии, долговые обязательства, билеты Банк России Эрефии, Росреестр Эрефии. Понимаете? Вы можете ввести в Яндексе поиск, как спартанцы лаконично отвечали на письма. Один филиппинский царь, значит, написал спартанцам, который завоевывал земли, если я приду в вашу Спарту, и я вас всех, значит, там, закабалю, женщин изнасилую, там, детей, всех мужчин убью, вот если я приду, то я с вами сделаю. Что ответили ему спартанцы? Коротко, ясно, если. Понимаете? Если. Мне прям так нравится этот ответ, если. Если миллион человек захочет. Да не захочет. Это из-за той же серии, что если вдруг все захотят стать вегетарианцами, куда девать этих животных, которые сейчас на скотофермах убивают миллионами, да не захотят все, если стать вегетарианцами. Точно так же не захотят все, если стать кооператорами. Дай бог вот эти 50 участков на скрипсти. Понимаете? Я буду очень рада, если это получится. Потому что вот такие вот бояки, которые сидят и трясутся, или думают, что их разводят, как лохов. Да какое если, какие миллионы, в о чем? Так. Значит, пишут. Услышала, что как ты лично передаешь свою собственность в качестве пая, так только ты лично можешь вывести свою собственность обратно, вывести из кооператива. Да, как долго живут такие пайщики, сегодня есть собственность, и по естественному праву твои наследники в случае смерти собственника, родственника принимают, пользуют, владеют и распоряжаются. Но я это уже ответила, да, что по ФЗ и по уставу, который не может противоречить ФЗ, кто ввел, тот и вывел. Я это уже на этот вопрос ответила. Далее, далее. Зачем регистрировать в Минюсте? Зарегистрировать у нотариуса и известить их. Все. Нет, не все. Потому что, если мы хотим открыть счет в банке, например, и пользоваться этим счетом как альтернативным, то придется действовать по федеральным законам, которые есть, да, к сожалению. Есть такие красавчики, якобы, которых я, ну как бы, которые на общину счета в банках открывают. Вот я к этому тоже иду, практически пришла. Как открою, я вам расскажу. Но пока лучший способ, который я увидела, это не на ФИЗ лицо открывать и не на ЭП, а на участок кооператива. Что я вот собираюсь делать, кстати. То есть поэтому мы не можем просто уведомить. Если мы просто будем сидеть и ничего не делать, то не воспримет налоговая. Она скажет, а мы действуем только на основании федерального закона. И у нотариуса нет такой услуги регистрации кооператива. Нет такой услуги, понимаете? У нотариуса есть определенные услуги, в соответствии с которыми они действуют. Поэтому как вы у нотариуса заверите? Напишите мне, какой именно нотариус заверит, на основании какой услуги, по перечню их нотариальных услугам. Кооперативы – это копное право? Ну, нет, конечно. Если мы говорим про кооперативы Российской Федерации, то это гражданское право государства подобного образования. Так, кругом поборы, никаких отчетов. Ну, про что-то я вам сказала, да? Зарплата бухгалтеру, зарплата председателю, который ходит, пороги оббивают, который рубится с ФССП, рубится с ГИБДД, рубится с судами и так далее. Дальше. Хрен не слащей речки. Схема все та же, с хитрыми нюансами. Со временем здесь начнутся поборы. Еще раз. Вы можете в любой момент выйти из кооператива, выведя из него все имущество. Если вдруг, значит, правление кооператива сойдет с ума и скажет, что теперь вступительный взнос 35 или 350 тысяч, и ежемесячный взнос не 350 рублей, а 35 тысяч, вы выходите и создаете свой, где вам даже не нужно будет вступительный взнос платить. Но вы будете ходить, обивать пороги. Вот и все. Дальше. Нужна ли справка о деиспособности при вступлении? Нет, не нужна. То есть любой, у кого есть документ, удостоверяющий личность, может вступить в этот кооператив. Причем, чем мне понравилось, вот я писала волеизъявление о вступлении в кооператив. Я писала. Я, руса народа Руси, росарий, вольная женщина с собственным именем Алия, род Атеев, владеющая, использующая персону Атеева Алия Алиевна, которая удостоверяется документом таким-то, паспорт такой-то, то есть растождествление. Хочу, значит, чтобы персона стала пайщиком кооператива. Понимаете? Уже это красота. Все это принимают. Хотите себя там советским человеком, напишите в этом волеизъявление. Человек пишет, зачем вводить свое имущество, не понимаю смысл какой. Повторю еще раз. Для того, чтобы не платить налоги, налоги с налогами будет разгребаться кооператив, для того, чтобы приставы не могли сделать запрет регистрационных действий, да, и если мы говорим о движимом имуществе типа автомобиля, для того, чтобы... Следующий вопрос. Где можно устав почитать? Значит, давайте так. Так, у меня устав в бумажном виде есть. Мне его выдали, так как, значит, по адресу моей недвижимости открыт участок, да, то есть всем, кто будет открывать участки, выдают устав. Второй вариант. Вы идете в налоговую и запрашиваете... В налоговую вашего города. И запрашиваете устав этого кооператива, чтобы прям вот налоговая вам заверила своей печатью. Третий вариант. Заходите на сайт, значит, вот этого кооператива, расширяем возможности, и там читаете устав. Далее. А, вот пишут. Главное, чтобы устав не изменили после того, как внесете туда свое имущество. Давайте закрепим еще разочек. Вы вносите туда имущество, и оно никуда оттуда не девается. Иначе я бы сама этого не стала делать. Потому что я... Ну вот, знаете, я живу... Вот я вам сейчас объясню. Я живу в таунхаусе. Да, вы можете зайти в мои короткие шот-видео. Они там... Ну, там несколько есть. Я живу в таунхаусе 400-метровом. Вот мой дом 400 метров. Его рыночная стоимость от 20 до 25 миллионов. Вот как вы думаете, стала бы я свой таунхаус вводить в кооператив? Если бы я была не на 100% уверена, что он у меня никуда не денется. Я бы, наверное, свой кооператив бы открыла, правильно? Потому что я не являюсь ни учредителем этого кооператива. Я такой же рядовой пайщик, который зашел и в своем вот этом вот доме, да, по адресу недвижимости открыл участок. Это сделает каждый из вас. Я бы не стала рисковать. Мне это зачем нужно? Поэтому я это сделала только после того, как все изучила. И только когда я поняла, что 100% кто ввел, только тот его выводит, и никуда моя недвижимость не денется. Не продадут ее, не передарят, не обменяются там. Никуда она не исчезнет. Только после этого я решила это сделать. То есть я взяла самый крупный объект недвижимости, который у меня есть. Тот, в котором я живу со своими детьми. Я бы не стала так рисковать. Далее. Как же ООО – общество с ограниченной ответственностью? Ну, это коммерческая организация. Попробуйте вы налоги по ООО не платите. И что вы будете? Недвижимость в ООО, что ли, вносить? В качестве чего? В ООО не подразумевается, что вы... Вот как раз-таки, если вы внесете недвижимость в ООО, вот ООО приставы имеют право накрячить. Счета опечатать, арестовать, недвижимость списать и на торгах продать. Понимаете? Вот как раз-таки с ООО это не прокатит. Пишет, значит, очередная замануха, но очень интересная для хитрожопых. Аналог МММ, но в зоавуалированной форме. И основной так называемый кооператив в лице этого Коли решает сам все вопросы пащиков. А значит, взаимодействует с режимом, против которого, ну, типа, борется. А режим-то остается прежний. А когда режим почувствует, что зашло далеко, Коля сдернет паями и выплатами, а пащиков насадят куда-то. А делают вид, что борьцы с режимом завлекают печенюшками в виде разных привилегий. Ну и так далее. А еще раз для тех, кто в танке. Это не какое-то инвестиционное общество. Это не какое-то МММ. Вам никто ничего не выплачивает. Вам никто ничего не выплачивает. Это не то, что вы внесли туда 100 тысяч, и вам 20 тысяч там каждый месяц выплачивают. Нет. Нет. Это не инвестиционная какая-то пирамида. Это место, где вы просто храните имущество от приставов и налогов. Которое предусмотрено, организовано самой же Эрефии. Я вам более о том скажу, кто досмотрел до этого момента. Посмотрите, в каком году был этот федеральный закон о кооперативах принят. Его приняли очень быстро. Просто с бешеной скоростью. Не успели СССР развалить, как тут же приняли закон о кооперативах. А для чего? А для того, чтобы заводы, машины и пароходы, и всю недвижимость определенную. Есть такой кооператив, по-моему, называется «Озеро». Может быть, я ошибаюсь, может быть, кооператив «Море» или кооператив «Пруд», куда очень много всякой недвижимости вводили, вводили, вводили. То есть этот закон, по сути, придумали, скажем так, слуги народа для самих себя, чтобы там, в кооперативах, хранить свою недвижимость от своих же органов власти. Понимаете? Чтобы ничего с этой недвижимостью не сделали. Поэтому вот эта тема с кооперативами, она, наоборот, замалчивается, за нее прессовать начинают и так далее. То есть это как бы не для народа, по большому счету. Было быстренько написано, как только СССР развалили, принято. То есть это было написано для себя, для тех, кто в теме. А народ только спустя 30 лет начал прочухивать. Что же мы такие дураки? Зачем же мы ИП открываем? Зачем же мы ООО открываем? Да кооперативы надо открывать. Вот и все. Смотрите, как работают кооперативы. Вот есть, например, кооператив. Я не помню, мне про какой город говорили. Магазин. Да, обычный магазин, где там продают какие-то сладости, сухофрукты. Ну, вот ребята мне рассказывали. И у них написано, что если вы хотите у нас что-то купить, то это может сделать только пайщик. Пайщиком можно стать за 100 рублей. То есть у них вступительный взнос единоразовый в кооператив 100 рублей. И на эти же 100 рублей вам выдают там эти сладости и сухофрукты. И они не платят налоги. Понимаете? То есть если обычные предприниматели, которые торгуют сладостями, сухофруктами, они платят налог, там, вмененный налог, от площади, от дохода, там, 6%, от выручки, эти красавчики ничего не платят. Потому что если ты у них купил сладости и сухофрукты, ты автоматически стал через вот эту бумажечку членом кооператива точно так же. Вот смотрите, открываете вы свой кооператив, парикмахерская. Вот, например, у кого-то из вас есть парикмахерская. Представьте, вы платите налоги, если у вас ИП открыто? Платите. А вот теперь представьте ситуацию. К вам приходят стричься одни и те же люди. Вы им выдаёте некое подобие дисконтных карт, где написано, а покупая эту карточку за 10 рублей, вы становитесь членом нашего кооператива. Мы вас стрижём. Они вносят 500 рублей за стрижку, как паевой взнос, а получают услугу от другого члена кооператива. И кооператив налоги не платит. И таким образом налоговая лишается части прибыли. Да? Одна парикмахерская лишила прибыли, вторая, третья, 121. А парикмахеры, в свою очередь, уже имеют возможность не за 500 рублей стрижку делать, а за 400. То есть, если мы берём конкурентную способность, ценовую конкурентную способность, в 10 парикмахерских, в которых платят налоги, стрижка стоит 500 рублей, а здесь стоит 400, потому что они, например, 20% налогов не заплатят. Понимаете, в чём смысл? А представьте, что вы, например, не людей стрижёте, а, допустим, там автомобили продаёте. И вы автомобили продаёте, как автосалон. Автосалон платит налоги? Платит налоги. А теперь к вам приходят, и вы говорите, получите карточку за 100 рублей и станьте нашим пайщиком. А пайщикам вы вносите пай, например, стоимость автомобиля 2 миллиона, да? А так как мы налог не заплатим, там, 200 тысяч с автомобиля, то мы вам эти 200 тысяч можем скинуть. И, естественно, что люди пойдут в тот автосалон, где автомобиль на 200 тысяч дешевле, чем в соседней. Правильно? То есть вы мыслите масштабно, что вы можете... И всё это законно. Понимаете? Никаких нарушений нет. То есть пайщик приобрёл автомобиль у кооператива, кооператив от пайщика финансовый поевой взнос получил, выдал ему автомобиль. Пайщик пошёл ещё, этот автомобиль, например, поставил на баланс кооператива. Он мог просто его как физлицо, да, как пайщик, приобрести у кооператива, а мог и оставить в этом кооперативе, чтобы штрафы никакие не приходили, и налоги, чтобы не приходить. Всё это законно, понимаете? Но... А системе это невыгодно, понимаете? Мало того, что система прессует кооператоров вот за такое, так ещё и вы пишите идиотские комментарии. Поэтому, возвращаясь к началу разговора, первое, никто никого никуда не заманивает. Ни в какие финансовые пирамиды, ни в какие кооперативы. Пожалуйста, берите, открывайте свой кооператив. Просто повторяйте путь вот этого кооператива. Расширяем возможности. Пишите, что кооператив не коммерческая организация, мы не извлекаем никакую выгоду, мы обмениваемся паями, поэтому налоги платить не с чего. Извините. На этом основании кооператив Николай налоги не платит, оферты не принимает и так далее. Делайте сами. Второе, вступайте в его кооператив, если хотите, как это сделала я. Третье, никуда не вступайте, ничего не делайте. Платите налоги, платите штрафы, платите ЖКХ, бегайте от приставов и так далее. И что касается ЖКХ, кстати, такая же история. Я не буду сейчас про ЖКХ, но именно по аналогии такая же история. ЖКХ уже приходит к кооперативу, и кооператив разруливается, понимаете? Но ваши уже счета, если у вас есть счета физического лица, куда поступает заработная плата, да? Люди жалуются, что вот, мне пришла пенсия, мне пришла зарплата, а у меня приставы сразу все списали. Соответственно, уже не может никакая управляющая компания выставить судебный приказ, потому что на кооператив будет судебный приказ писаться. И вот пока имущество числится в кооперативе, это физическое лицо, никакого отношения по документам к этому имуществу не имеет. рубиться с ЖКХ будет кооператив. Понимаете? А рубиться, это не обязательно в суды ходить. Это просто, может быть, игнорировать. И когда суд выставляет судебный приказ, да, то приставы должны опечатать счета, сделать запрет регистрационных действий. А они не могут по закону опечатать счета кооператива. Вот и все. И кооператив прекрасно продолжает припеваючи жить и здравствовать. Вот в чем заключается защита. Для тех, кто с 303 раза моего разжевывания не понял, если вы считаете, что я какая-то мошенница, что я вас куда-то заманиваю, пожалуйста, не парьте мне мозг, уходите с моего канала. У меня когда-то на канале было тысяча человек. Понимаете? Тысяча. Мне было без разницы. Обратите внимание, зайдите под описание видео. Я не собираю донаты. Я не собираю пожертвования. У меня на канал, я надеюсь, что на моем канале нет рекламы, потому что он у меня не подключен к рекламе, за которой мне там деньги капают. То есть у меня не монетизированный канал. Это канал «Моя автобиография». Как раньше благородные девицы вели журналы, дневники вели, да, там о своей жизни. Вот точно так же я сейчас веду свой видеожурнал, свой видеодневник, свой видеоблог. Как я живу, как я щи варю с дочкой и баклажаны жарю. И вы можете видеть это на видео. И какие юридически значимые действия я совершаю. Более того, я этот канал веду для того, чтобы различные должностные лица, с которыми я взаимодействую, заходили на канал, а я прекрасно знаю, что они это делают, и смотрели, что про них люди пишут, как они их дерьмом поливают, как они их не любят. Когда я выставила видео про полицая, который припарковался перед воротами, полтора миллиона просмотров. Ой, полтора миллиона просмотров и там тысячи с лишним комментариев. И все его там, знаете, чешут, чешут его, обливают. Понимаете? Вот для чего. Чтобы народ мог пары выпустить, для того, чтобы должностные лица могли почитать, что о них думает народ, как народ их кастерит, как народ их материт. Вот для чего этот канал. Поэтому, если кто-то считает меня мошенницей, уходите с моего канала. Он не для вас. Понимаете? У меня нет никакой монетизации, где от количества просмотров я там от Ютуба деньги получаю. Да не получаю я их. Вот и все. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.